МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 42-е заседание Суменской областной думы. Десятое обращение губернатора Владимира Якушева народным избранникам. Но в зале не только они тут и представители органов власти, науки, культуры, деловых кругов, местного самоуправления. 2015 год непростой. Каким будет 2016-й? И каким будет обращение главы региона? Еще пока непонятно, но мы разберемся. В эфире ТСН-Итоги. Меня зовут Дмитрий Чашков. Здравствуйте. Нам есть, что вам рассказать и о чем с вами поговорить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые депутаты Тюменской областной думы, уважаемые почетные граждане, представители органов власти, науки, культуры, деловых кругов, местного самоуправления, дорогие тюменцы. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Это знали древние, это знаем и мы. Десять лет я работаю губернатором Тюменской области. И ни разу за все это непростое, насыщенное время мы даже не задумывались о том, чтобы остановиться, успокоиться, зафиксировать достигнутое состояние регионального хозяйства и общества. Никогда наша политика не была политикой стагнации. Не будет она и теперь. Назовем вещи своими именами. Мы вместе со всей страной вошли в мобилизационный сценарий, мобилизационный режим функционирования. Уверен, что смысл мобилизационного сценария для нас в том, чтобы мобилизовать не столько природные или материальные ресурсы, сколько ресурс интеллектуальный. Внимательно проанализировав фундаментальные причины динамичного развития области, я пришел к твердому убеждению. Успехи достигаются там и тогда, где и когда люди, принимающие решения, причем на разных уровнях, от большого начальника до мастера или бригадира, что называется, включают голову. Там и тогда, где и когда люди выходят из привычной колеи и проглатывают новые пути. Вовремя сменить образ действий, увидеть ту новую возможность, которая всегда является оборотной стороной риска, придумать нечто новое, а иногда возродить напрасно забытое старое. Вот общий рецепт тюменских побед. Судите сами, что такое УВАДский проект, Тобольск-Полимер, Тобольск-Нефтехим, весь наш огромный сектор нефтегазосервиса, Тюмель-Стальмоз и многие-многие другие успешные предприятия. Это же не только миллиарды рублей и бесчисленные тонны оборудования, и даже не только многие тысячи рабочих мест. Каждое такое предприятие – концентрат живой, бьющейся творческой мысли, постоянно ищущей новые окна возможностей. То же и в биохимии, и в фармацевтике новых для нас и очень многообещающих направлениях. То же и в агропроме, кто быстро среагировал на мгновенно изменившуюся структуру и конъюнктуру продовольственного рынка, в первую очередь молочники и рыбники, тот уже начал получать дивиденды, а в перспективе нарастит их многократно. То же и с тюменской медициной, имеющей все шансы превратиться в полноценную и высоко прибыльную отрасль областного хозяйства. Разумеется, не в ущерб ее социальной функции, а в дополнение к ней. То же и с муниципальными образованиями. Потому что, по словам философа-просветителя Дэнни Дидро, умный человек видит перед собой неизмеримую область возможного. Глупец же считает возможным только то, что есть. Умный человек первопроходит с будущего. Оно принадлежит ему. Глупец утратит и то, чем обладает. В общем, дело движется везде, где, думаю, шевелят мозгами. Верное и обратное. У нас есть и неуспехи, и провалы, и узкие места. Они, в свою очередь, возникают там и тогда, где и когда люди действуют по инерции. Надеются на что угодно. На регионального или федерального дядю. На кривую, которая якобы вывезет. На то, что удастся тихо досидеть до пенсии. На что угодно надеются, только не на самих себя. Сон разума, как известно, рождает чудовищ. И не только в Испании, на родине этой поговорки, но и в Тюменской области тоже. От симптомов умственной заторможенности не свободны не только отдельные сотрудники органов исполнительной власти, на фокусы которых я хотя бы могу реагировать быстро, а иногда и радикально, как это было в недавней истории с музейными картинами. Мы ведь тут все в одной упряжке. И федералы, и регионалы, и муниципалы, и бизнес. О чём думал, например, бывший глава Исетского района, точно знавший, что сулит ему последнее место в рейтинге муниципальных образований по работе с инвесторами? О чём думали галышмановские власти, недавно пытавшиеся убить бизнес-предпринимателя для инвалида первой группы? О чём думают те, в чью сферу ответственности входит вывод на рынок продукции личных подсобных хозяйств? Почему эти колоссальные объёмы до сих пор обращаются в замкнутом цикле? Что вырастил, то съел, что не съел, то пропало. О чём думают акционерные прохиндеи, ищущие бюджетных субсидий, только для того, чтобы тут же забрать свою долю, выйти в кэш и скрыться из региона, а то и из России? О чём думают те, кто всё ещё пытается колдовать землями Тюменского района, используя передовую технологию мёртвых душ, описанную ещё Николаем Васильевичем Гоголем? Ещё в епатьевской летописи сказано, «Бог, егда хочет показнить у человека, отнимает у него ум». Я намеренно перечислил очень разные сюжеты, чтобы было видно, что в них общего. Робость ума и производная от неё импотенция действия. Они несовместимы ни с тюменской традицией, ни со стратегией тюменского развития, потому что она состоит именно в стимулировании социального актимизма, социального творчества тюменцев, в созидательном жизнестроительстве, а не в пассивном выживании. Вы знаете, что в кадровых вопросах я не склонен рубить с плеча, что руководителям всех уровней у нас в области даётся шанс проявить себя, и часто не один. И всё же любители прикинуться ветощью будут наказаны. И не обязательно административно. Их жизнь покарает. Меня порадовало, что губератор сказал, что стратегические цели, будем говорить, развития нашей области не меняются. Может, некоторые параменты сдвинутся по времени, но в целом они остаётся. Для себя ещё, как председатель Думы, сделал вывод, что нам действительно надо вносить определённые изменения в региональное законодательство за повышение ответственности, будем так говорить, представителей органов власти, за принятие или не принятие каких-то мер, мешающих развитию бизнеса. Сегодня действительно, как отметил губернатор, непростые времена. И нужно не просто оперировать своими былыми заслугами, а сегодня искать своё твёрдое место и отстаивать те позиции, которые уже были нами достигнуты. Я думаю, что это по плечу нашему коллективу. И со всеми трудностями, которые мы сталкиваемся, я думаю, что мы справимся до стола. Впервые вообще я услышал из уст руководителя такого масштаба о том, что медицина должна быть прибыльной отраслью хозяйства. И это очень важно. Я бы сказал так, что если уж не прибыльной, то по крайней мере рентабельная отраслью хозяйства. Потому что сегодня, как бы, в эпоху импортозамещения, а вся медицина на импорте, это, в общем, достаточно сложная задача. Но я думаю, она в наших силах. Это самое жёсткое послание, которое я только слышал, потому что это был не просто разговор, но о каких-то общих проблемах. Это был разговор, где назывались конкретные задачи, и кто конкретно какую работу не выполнил. А о чём же сегодня надо думать в первую очередь? В чём состоят наши ближайшие задачи? Что мы можем мобилизовать, то есть по смыслу слова, привести в движение для того, чтобы их решить? Прежде чем их назвать, напомню о той жёсткой рамке, в которой все наши цели будут достигаться и в которой они достижимы. Она называется бюджет. Сама бюджетная поддержка сохранится, а в некоторых отношениях и усилится. Однако отныне она будет только и исключительно селективной. Мы больше не можем себе позволить продлевать агонию нежизнеспособных рыночных субъектов и структур. Даже их социальные функции, на которые они особенно любят ссылаться, могут быть с большей эффективностью исполнены другими способами и будут исполнены в полном объёме, об этом власть позаботится. Но, как мне верно напомнили в ходе последних губернаторских чтений, поддерживать надо тех, кто потеет, и прежде всего тех, кто напрягает мозги. Так и будет. Кстати, к нежизнеспособным, недееспособным административным субъектам и структурам сказанное тоже относится в полной мере. Самих же генеральных задач расцветия в нашей сегодняшней повестке дня три. 1. Мобилизация предпринимательской энергии и деловой активности всего тюменского сообщества. Для этого требуется, прежде всего, завершить работу по внедрению во всех муниципальных образованиях единого муниципального стандарта инвестиционного климата. 2. Далее. Наладить тиражирование лучших практик работы с инвесторами в рамках межмуниципального взаимодействия. Сейчас такую помощь и Лутровскому, и Сецкому, и Аромашевскому району оказывает город Лутровск. В течение 2016 года система инвестиционного патронажа должна охватить все муниципалитеты. Необходимо привести в соответствие со здравым смыслом все регуляторные процедуры на областном и муниципальных уровнях. И речь не только о подключении к электросетям. В частности, считаю нужным полностью прекратить выдачу уполномоченными органами власти немотивированных отказов в каких бы то ни было согласованиях. Например, предоставление земельных участков под размещение нестационарных объектов. Ссылаются на решения комиссии, а почему она решила так, а не иначе, предпринимателю предлагают догадаться самостоятельно. В связи с этим следует усилить персональную ответственность должностных лиц за принятие неправомерных решений в отношении предпринимателей. В особенности систематическое. Еще прочнее привязать объем финансового вознаграждения главы муниципалитета и не только главы, но и профильных сотрудников к результатам их работы по созданию качественной бизнес-среды. Наконец, провести глубокий и жесткий анализ эффективности государственного акционерного участия в бизнес-единицах. Да, есть ситуации, когда оно необходимо, когда иного способа сохранить важный, опорный экономический субъект не существует. Но эти ситуации должны рассматриваться как исключительные и как временные. Бизнесом должен заниматься бизнес, у государства другие задачи и другая миссия. Я бы выделил ключевую мысль в этом послании, она мне очень понравилась. Помогать надо тем, кто потеет. И потеет не просто так сам по себе тихонько, а хочет развиваться и двигаться. И помогать надо не только бюджетом, помогать надо, создавая возможность двигаться без препятствий. Без препятствий административных, без препятствий искусственных. Сегодня наша цель и стремление вперед – это инвестиции, инновации, интеллект. Поэтому вот это направление, оно, конечно, мне импонирует, что сегодня надо не только просто ждать каких-то подачек, как было бы сказано, а сам любое муниципальное образование должно стремиться найти в своей структуре именно вот эти три позиции – инвестиции, инновацию, интеллект. В момент довода идеи до уже конкретного применения, до реализации какого-то предприятия, либо до постановки продукции в серию, вот именно вот этот разрыв между ними, он является самой существенной проблемой. И, наверное, над ним мы должны вот сейчас очень сильно подумать и как раз применить тот самый интеллект. Губернатор озвучил давнейшую идею ЛДПР, которая в течение четырех лет текущего созыва публично на всех заседаниях Дум и комитетов депутатами фракции ЛДПР оповещается, а именно это ответственность чиновников за неэффективную работу и за неисполнение своих должностных обязанностей. Вот это очень радует. Вторая задача – мобилизация конкурентного и инновационного потенциала Тюменской области. Собственно, конкурентноспособность и инновационность почти синонимы, если понимать последнюю не в узком технологическом, а в широком стратегическом и ментальном смысле. Инновация отличает лидера от подражателя, сказал Стив Джобс. А уж он-то знал, что такое конкурентная борьба и как в ней побеждать. Ведь несколько примеров, намеренно взятых из разных сфер, потому что нет такой сферы, где не был бы возможен и не был бы нужен вертикальный прогресс, качественный рост конкурентноспособности нашей области. Индустриальные парки. Сегодня мы создаём сразу несколько таких площадок, имея в виду, что это не только обязательный элемент инвестиционной среды, но и инструмент, позволяющий задать нужное направление её эволюции. Сейчас одна из компаний намерена разместить в Багандинском индустриальном парке своё производство примиксов. Понятно, что она автоматически станет якорным резидентом, просто в силу своего флагманского статуса в глобальной пищевой промышленности. Значит, нужно сосредоточиться на привлечении туда же не абы каких, а именно близких по профилю в идеале смежных производств. Там может вырасти целый биохимический, биоинженерный кластер, который позволит нам строиться в один из ключевых трендов современного технологического уклада. Амбициозно? Да. Реально? Да. Импортозамещение. Всё то, что было очевидно, что лежало на поверхности и не требовало специального напряжения ума, сделано. Утверждена ведомственная программа, определены предприятия и мероприятия. Естественно, в фокусе внимания оказался нефтегазовый сервис, и это правильно. Однако есть такое чувство, что наш подход к делу импортозамещения порой описывается словами из старого мультфильма. А давайте продадим что-нибудь ненужное, что-нибудь такое самодельное, что уже давно никем не было востребовано, а теперь вдруг кому-нибудь пригодится. Не могу не процитировать одну из правок, представленных мне в процессе подготовки послания. ООО, хорошо, не буду называть его название, в рамках импортозамещения начин выпуск штуцеров и ниппелей. Пока нет заключенных контрактов по реализации такого вида продукции. Ну, честное слово, такая справка была представлена. Непонятно, для кого они эти штуцера и ниппеля выпускают. Реальное импортозамещение происходит тогда, когда мы оперируем не складскими запасами с ранешнего времени, а действительно новыми технологиями. Государственно-частное партнёрство. Сейчас по уровню развития этого института мы занимаем 72 место. Это ненормально и неприемлемо. Лишь недавно дело сдвинулось с мёртвой точки. Одобряю и поддерживаю как само концессионное соглашение о строительстве четырёх мусороперерабатывающих заводов, так и особенно намерение сдвинуть сроки его реализации с 2018 года на 2016. Но это лишь маленькое толико возможного. Давайте будем думать над этим. Послание решительное, послание мобилизационное, как он отметил. Нет никакого, знаете, вот сюсюканья, что нам надо пережить что-то и так далее. Нет, я думаю, что не надо вообще слово «пережить». Надо жить, развиваться. Ну, в Казанском районе, например, заметно, что вот там не ждали вот этих указаний по импортозамещению. Эта работа началась гораздо раньше. Получена новая техника, значит, агротехника развивалась. И урожайность повысилась, и животноводство развивается. И автоматизация на животноводстве, как это ни странно, и удивительно тоже происходит. Мы видим, что в ближайшее время многие виды продукции, которые поставлялись из-за бугра, так назовем, мы уже замещаем сегодня. И наш объем выращенной рыбы мы к будущему году планируем довести до 1000 тонн, даже с лишним сегодня. Новые виды заводим сегодня. И все это, безусловно, позволит заместить то, что мы привозили из-за рубежа. А в целом мне понравились слова губернатора, что надо думать. Думать и думать. Только думающие люди могут двигать общество, бизнес вперед сегодня. Это программа, и она абсолютно актуальна для нас сегодня, и мы будем этим заниматься. Вы видите, за что ни возьмись, все упирается в интеллект. И потому третья задача – мобилизация интеллектуального и научного потенциала региона, приведение его к нужному тонусу и развертыванию на оперативные цели. Конечно, основной груз ответственности тут приходится на нашу образовательную систему. Только давайте отныне и впредь рассматривать ее шире, чем было принято до сих пор. Образование уже давно стало нашим конкурентным преимуществом, и мы продолжаем его укреплять. Недавнее вхождение Тюменского государственного университета в национальный проект 5.100, объединение нефтегазового и архитектурно-строительного университета для создания опорного вуза, созданные в кратчайшие сроки физико-математическая и политехническая школы, в целом завершение структурирования среднего, особенно среднего специального образования – все это прекрасно и правильно. Но теперь необходимо сделать следующий шаг. Необходимо в разы увеличить интеллектуальную отдачу образовательной системы, наладить каналы постоянной конвертации знаний и мысли в практические дела. Огромный резерв такого рода я вижу в многочисленных корпоративных, учебных и научных подразделениях, сосредоточенных в Тюмени. Доклад и рассуждения, и мысли, они неповторимы с прошлым годом. Во-первых, обстановка изменилась сама по себе. Поменьше в докладе сказано о каких-то конкретных цифрах, а сказано главное – внимание к человеку, умение поднять его на тот уровень, который требуется сегодня в нашей области. Тюменцы это всегда доказывали, поэтому я думаю, что сегодняшнее послание губернатора будет хорошим стимулом. Мы сегодня услышали, что наши власти понимают цели и задачи, у них есть план решения всех проблем. И когда ты видишь, что наше руководство области понимает, как будет развиваться область в будущем, всегда это вселяет в уверенность в жителей области. Самый главный вывод, который я для себя сделал, это, наверное, то, что нужно мобилизировать ресурсы, в том числе интеллектуальные. Это, наверное, в первую очередь обращение к молодежи Тюменской области, к активной молодежи, потому что вообще главная ценность нашей страны и нашей области – это люди. Если каждый человек, каждый молодой человек в нашей области проявит свою активную гражданскую позицию, то преодолеть это сложное время, которое сейчас у нас происходит, то будет легче. Мы должны использовать все самые лучшие практики, внедрять их у себя. Не нужно сидеть на месте, нужно постоянно развиваться, нужно привлекать все самое лучшее, все самое новое, все самое современное. И по всем сферам даны направления такого развития. Я думаю, что по большому счету у нас стоит только засучить рукава и скорее выполнять послание. Вообще Тюмень имеет отличные шансы, не отрываясь от своих исторических корней, стать настоящим глобальным городом, воротами в глобальный мир, как это называется в современной геоэкономике. Найдутся те, кто скажет. Ну вот, он опять мечтает. Да, но мы это уже делаем. Именно для этого мы так вкладываемся в подготовку современных профессиональных кадров. Именно для этого мы определили приоритетные направления нашего технологического развития, среди которых есть и традиционные, и совершенно новые. Именно для этого мы всеми правдами и неправдами завлекаем в Тюмень лучшие научные и экспертные умы. Мозги нуждаются в соответствующей среде и атмосфере. Без этого конкурентную борьбу за них не выиграть. А ведь конкуренция за интеллект сейчас носит наиболее острый характер. Он дороже нефти и золота. Научимся побеждать в этой конкуренции, обретём конкурентоспособность и во всех остальных отношениях. Вот что я называю мобилизацией. Предприимчивость, новаторство, интеллект всегда были свойственны тюменцам. Давайте же докажем, что мы их не растеряли. Давайте же думать и действовать. Время не ждёт. Спасибо. Ну вот, зол Тюменской филармонии опустел. Депутаты, представители власти не только разошлись по кулуарами, судя по всему, обсуждают. Но, кстати, как сказал Владимир Якушев, сейчас нужно не только думать, но и действовать. Время не ждёт. Ну, время, опять же, и покажет. Это были программы ТСН «Итоги». Меня зовут Дмитрий Чашков. Увидимся. Нам будет о чём с вами поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok